вновь я приветствую всех кто меня сейчас смотрит и слушает вот дорогие друзья опять у нас новый стрим который посвящен будет событиям недавнего прошлого общем как и всегда сейчас на небе растущая луна наблюдается поэтому для всех людей чувствительных эмпатичных наступает благоприятное время ну по крайней мере с точки зрения эмоционального состояния не надо забывать еще что также на небе сформировался так называемый большой крест с лунными узлами с марсом и это конечно не очень позитивная конечно строй нам сулит не только настроенные события поэтому быть очень осторожным прошлый раз я еще сказал об этом и сегодня хочу заострить ваше внимание что например 27 число мая месяца будет критическим временем очень урожайным на всевозможные аварии катастрофы надо быть очень осторожным и в общем все продлится до конца самого мая месяца но это общее предупреждение вообще-то смотреть собственный гороскоп как и многое другое ну а сейчас дорогие друзья давайте мы с вами оценим события недавнего прошлого с точки зрения вестийской астрологии напоминаю вам что я как раз это направление в астрологии эту систему реконструировал в течение 46 уже с лишним лет и при помощи методик которые я же единолично разрабатывал можно действительно очень многое оценить из тех событий которые еще пока даже не сформировались то есть сценарий этих событий можно заранее прочитать ну реализация конечно во многом зависит еще от других факторов в том числе личностного фактора все это полностью учесть очень трудно но мы стараемся и так сообщение пришло о том что главком вооруженной силы украины валерий залужный он уже несколько дней не выходил на связь считалось что он получил очень тяжелые ранения и чуть ли там не находятся в реанимации хотя вот буквально сегодня 25 мая может показали как бы живым и здоровым но было сообщение о том что он перенес черепно-мозговую травму в результате боевых действий и в общем-то находится еще достаточно тяжелом состоянии давайте посмотрим что же у него было с точки зрения как раз метод на повестийской астрологии и так родился он под знаком рака 8 июля 73 года я посмотрел его космограмму там действительно многие факторы свидетельствуют о его боевом настрой о том что очень часто именно армейские причем такие военные профессионалы рождаются под этим знаком и такой констилляции дело в том что у него кроме того что он знак рака больше штабные офицеры конечно под ним рождаются и мало реальных полководцев рожденных под этим знаком у него в знаке овна находится марс а это как раз для армии очень позитивный показатель ну плюс скопление в весах конечно больше дипломат больше конечно он имеет большие связи ими пользуются вот что интересно очень многие говорили о том что это из открытых источников что ранение он получил 5 мая 5 мая было затмение лунда я об этом уже неоднократно говорил смотрите дорогие друзья мой ролик о затмении на параллельном канале из павла глоба и как раз не близкие затмение является критическим временем для аварий всевозможных катастроф и в группе риска попадают люди рожденные как раз том числе под знаком рака которым он родился и у него в знаке рак только солнце с заходящим узлом больше наверно все таки весы по своему скоплению планет поэтому впоследствии он вполне возможно проявится на дипломатической почве еще как-то будет политики играть роль выставляться на пост президента и на какую-то другую должность очень высокую в своей родной украине ну вообще по крайней мере об этом можно предположить что касается возможности вероятность такого события очень высока была вероятность события что близи 5 мая он реально мог получить очень серьезную травму причем такую с очень тяжелыми и серьезными последствиями если вы посмотрите на его космограмму можно увидеть конселяцию на 5 мая которая предстает в виде большого креста я уже неоднократно говорил что большой крест это тяжелейшие испытания что вполне вероятно что травм он все-таки получил но она не такая категорически ужасающая вполне вероятно он может оправиться дело в том что там в этой травме действует луна вот он врожденный под знаком рак он вполне вероятно мог попасть туда и в период затмения он вполне вероятно находился в очень тяжелый как раз группе риска это все может еще повториться повторится неоднократно через полгода будет наблюдаться еще одно затмение лунное в октябре месяце так что это совершенно четко видно у нас конечно у него есть трагические факторы в гороскопе очень тяжелый венера находится у него в разрушительном десятом градусе рима поэтому как бы он там не стремился особенно произвести впечатление на других людей и играть какую-то роль не может быть ему не свойствует может привести его к трагическому или к очень тяжелому финалу это вот первое что можно сказать реальные подтверждения методов а вестийской астрологии большой крест все-таки работает и черная луна которая проходила у него вблизи его венеры также сработала поддался он искушению все-таки пропиарится на фоне фронтовых пейзажей ну и в общем-то получил то что сейчас произошло с ним еще конечно же марс проходил по знаку рака и это тоже конечно человека рожденного под этим знаком ставит как раз ту же самую группу риска делает его беззащитным перед какими-то нападениями плюс ко всему еще там дурные сочетания с его собственным марсом 100 градусов было очень много там чего можно увидеть это первое о чем я хотел вам рассказать дорогие друзья и второе о чем я хотел бы сказать вам дорогие друзья это о некрологии 25 мая умерла королева рок-н-ролла кинотерна умерла в швейцарии когда-то была очень известная блистающая певица танцовщица ее звали королева рок-н-ролла сейчас последнее время про нее несколько подзабыли но мне хотелось ее вспомнить потому что не ушла целая эпоха большая эпоха это 60-е 70-е годы когда она блистала и была одной из лучших танцовщиц мира вот мне хотелось ее как раз в данном случае не только помянуть но и оценить ее с точки зрения как раз ее гороскопа время ее рождения известно достаточно точно она родилась 26 ноября 1939 года из открытых источников взял ее дату и время рождения поздно вечером 22 часа 10 минут так вот конечно она стрелец с ярко выраженной индивидуальностью с напором со страстью на сцене и знак льва у нее восходящий это тоже можно увидеть в ее космограмме то есть вот вам харизма вот вам напор вот вам действительно блистательная игра может быть не столь супер замечательный голос на умение с артистизмом держаться на сцене известная ее биография биография конечно скандальная достаточно и проживание с мужем который избивал проблем с наркотиками у супруга и дети которые на первого ребенка родила не от мужа и воспитывала еще двоих детей своего супруга ну и так далее и бегство ее в свое время от супруга и блистательные взлеты и на какое-то время исчезновения потом снова вторая волна и третья волна успеха умела добиваться такая вот напористая по гороскопу это видно совершенно четко и умела она держать себя на сцене умела в общем-то и работать как лошадь реально то есть это человек который был на виду и который в общем удерживал свою славу успех об этом конечно в ее гороскопе многое свидетельствует и солнце с меркурием у нее большое скопление в стрельце лав близнеца кстати говоря вот луна близнеца как раз в так называемом американском поле сделал ее действительно ну героем соединенных штатах америки она еще там очень долго будет звучать ее просто невозможно выбросить это я хотел бы так маленькие заметки на полях хотя жизни очень известна достаточно и написана ее автобиография который фильм был поставлен я не об этом а хотел бы вот в данном случае оценить ее уход из жизни с точки зрения как раз объяснить к астрологии и так если наложить космограмму ее смерти на гороскоп рождения то можно в данном случае как раз проследить действие так называемого большого креста я еще раз повторяю что большой крест от тяжелейшие испытания вот как раз большой крест который входит и марс и плутон в ее гороскопе можно увидеть и также юпитера юпитер управитель нынешнего года за вами хронократа все это как раз ее возрасте и было 83 с лишним года конечно не могло оказать его тяжелейшего и разрушительного влияния мы что у нее еще и раковый опухоль и пересадка почки в общем все в совокупности и конечно одно из самых тяжелейших сочетаний прохождение сатурна по марсу я тоже неоднократно раньше говорил вам вот в пожилом возрасте это очень тяжелое конечно такое сочетание которое может привести если человек не принимает мир заранее к тяжелейшим последствиям вплоть до летального исхода и уран планета который очень сильная была в его гороскопе это вот как раз евреистика это открытие то ли не удивлять но что постоянно он вернулся на свое место то есть она завершила весь круг своей жизни это совершенно четко видно в ее гороскопе плюс еще другие показатели черная луна которая проходила вблизи асцендента поэтому в общем-то не все так светло в ее биографии было то есть ушла на общем с большими грехами хотя конечно его блогом можно отметить ее заслуги по крайней мере с точки зрения не только шоу-бизнесом и в общем-то той сферы деятельности которой она занималась она конечно была одна из самых выдающихся представительниц этой профессии вот что можно сказать про ней кстати и она была еще и буддистка умежденная то есть что говорит помогло ей неоднократно выживать в жизни то есть много чего интересного в ее биографии можете прочитать дорогие друзья вот теперь последнее что мне хотелось вам рассказать из событий вот не постоянно спрашивают там что будет в турции на втором туре выборов ну что можно сказать про турцию я неоднократно говорил первый кстати мой прогноз сбылся мы посмотрим как будет на втором туре на втором туре конечно могу сказать что и у эрдогана и калыч дорогу вот эти два не сойдутся во втором туре у них у обоих очень тяжелая констилляция у эрдогана несколько лучше поэтому если говорить о честных выборах если были честные выборы может был за них ручаться с небольшим отрывом может пройти эрдоган если конечно как особенно городской обтурции на гороскопу того и другого кандидата если не будет применены какие-то нечистые и запретные какие-то методы подтасовки мошенничество поскольку там сильно выражены и в гороскопе турции вы их гороскопах выходе на нас выборе underlying турция черная луна вполне вероятно что могут быть применены совершенно вот такие мошеннические схемы и потом это все эти результаты выборов могут быть совершенно оспорены и быть совершенно другими не теми которые они изначально были. То есть, если говорить по-честному, то Эрдоган с небольшим отрывом от этого своего конкурента. Но есть здесь и такие подводные течения, и они могут быть в этой технологии применены. Это вот я хочу вам сказать. Так что будем смотреть. К сожалению, ни время рождения, ни того, ни другого неизвестно, а это могло бы пролить некоторый свет. Но плюс ко всему еще я сразу предполагаю, что могут быть и другой результат исходя из того, что могут быть применены совершенно другие схемы. Так, и последнее на что мне хотелось обратить ваше внимание, дорогие друзья, это на юбилей одного из самых известнейших в свое время писателей-романтиков, немецких писателей «Золотой век романтизма», которого звали Людвиг Кик. Сейчас он малоизвестен, хотя он писал очень много своих произведений, в том числе и всевозможных там произведений для театра. Например, «Кота в сапогах» он сделал из нее целую пьесу, и много романов писал, и стихотворений. Вот как раз ему 31 мая исполняется 150 лет. Я хотел бы его упомянуть в этом плане. В свое время я прочитал с большим удовольствием несколько его книг. Вот я такую книгу «Странствия Франца Штернбальда», выпущенную в издательстве наукам или в памятниках, и вот в свое время прочитал, и она у меня в библиотеке есть. Книга очень интересная. Там, а потом художники, полный исторический роман, который был учеником Дюрера, потом он путешествует, и вот рассуждает об искусстве. Вообще вот хочу сказать, что этот человек, он одним из лидеров романтизма был, он был влюблен как раз в искусство, считал, что вот как раз надо этим заниматься, в искусство, что искусство чуть ли не спасет мир, красота, вот как потом сказал Достоевский, красота спасет мир, так вот Людмит Кик говорил про искусство. И очень не любил он капитализм, считал, что это отнимает у человека особенно золото и деньги, это отнимает у человека возможность заниматься духовным. Чем больше денег, тем дальше человек от Бога. Ну это разные его представления. В общем, конечно, интереснейшая личность, которая прожила на свете около 80 лет, причем имел период славы, и эту славу он свою собственную пережил. Вот мне хотелось бы отметить его не только с точки зрения личностных качеств, но и показать его как раз гороскопа. Родился он под знаком близнецы, как типичный близнец, он был достаточно типичный близнец, и у него даже там была Венера в королевском градусе, что было ему как раз счастье и успех, в том числе в 10-м доме, в том числе и в плане подъема по карьерной лестнице. Он стал потом чиновником, был судьей даже в Берлине. В Берлине родился и потом через какое-то время приехал туда, обратно в Берлине и умер. И он был прекрасным переводчиком, знал много языков, но тоже поблизнецам. Правда, у него был асцендент в Деве, весь Сатурн, человек очень организованный, серьезный и потом стал мрачным человеком, потому что разочаровался во многих людях и в жизни во многом, потому что он считал, что торгашеский дух капитализма во многом побеждает. И нет места романтики, нет места красоте, которая вытесняется вот этим вот жаждой нажимы, как-то актуально было в те времена и, как видите, актуально очень и сейчас. Вот мне как раз его хотелось сегодня упомянуть с точки зрения его 150-летия со дня рождения. Ну и в конце мне хотелось показать еще его посмертную маску. Она тоже есть в моей коллекции. Был такой вот действительно интересный очень человек. И вот если вы посмотрите на его лицо, впечатляющее очень лицо, его считали по молодости красавцем, хотя он был рыжим, хотя не всем он нравился. Но мы увидели, что у него вдавлены виски. Это указывает на некоторый фанатизм, по крайней мере, зациклились на одной идее. У него выраженные ноздри, он человек очень пристрастный был. У него оттопыренная нижняя губа. То есть, видимо, он действительно был в любом красоту. И эротизм еще, хотя это не очень видно по его жизни, видимо, очень сильно скрывал. И многие другие показатели. Вот, например, линия бровей, которая в нем обличает такого пессимиста, человека, который во многом разочаровался в жизни. Линия подбородка в этом тоже. Говорит о том, что он далеко не всегда доверял даже самому себе, но был очень дисциплинированный и серьезным человеком. Вот это все можно прочитать по линиям его лица, дорогие друзья. Вообще, это действительно все, о чем я вам говорю, это все является частью нашей культуры, общечеловеческой, мировой. Это все нужно знать не только, дорогие друзья, для того, чтобы не наступать на те же грабли. Это все сценарии нашей жизни. Это все наша история. А история, она дана человеку для того, чтобы действительно узнать те сценарии, которые для него могут быть очень полезны. Все это нам надо знать, потому что действительно в ближайшее время нас по-настоящему ждут великие дела, которых мы должны быть достойны. Всем самого доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.